Музыка По меньшей мере 70 человек погибли и 100 получили ранения в результате проведенного днём ранее по ошибке авиаудара ВВС Нигерии по лагерю беженцев в городе Рен, сообщают в среду западные СМИ. По последним оценкам, 70 человек были убиты и более 100 получили ранения, отмечается в заявлении Международного комитета Красного Креста. Накануне ВВС Нигерии нанесли по ошибке удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошёл утром в районе городка Рен, штата Барно, где действуют боевики радикальной исламистской группировки Боко Харам. По данным СМИ, лагерь подвергся бомбардировке в момент, когда сотрудники гуманитарных служб раздавали продовольствие его обитателям. В свою очередь, Организация врачей без границ ранее сообщала о 50 погибших и 120 пострадавших. Минимум 50 человек погибли, ещё 115 получили ранения в результате взрыва автомобиля со смертником в городе Гао на северо-востоке Мали. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка Аль-Мурабетун, признавшая себя в мае 2015 года филиалом группировки Исламское государство. Целью нападавших были вооружённые патрули проправительственного альянса «Платформа» и повстанцев туарегов из объединения движений «Азавада». Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали осудила теракт, призвав начать в кратчайшие сроки следственные действия, чтобы пролить свет на обстоятельства произошедшего теракта и выявить виновников преступления. В Совете безопасности ООН обсуждается возможность введения санкций против сил, препятствующих установлению мира в Мали. Участники группировки Ахрар Аш-Шам объявили в среду, что не присоединятся к переговорам по Сирии в Астане, сообщают западные СМИ. В сообщениях отмечается, что Ахрар Аш-Шам – одна из наиболее влиятельных сирийских группировок, выступающих против официального Дамаска. Переговоры в Астане запланированы на 23 января. Сотни октябинцев искупались этой ночью в проруби. В один из главных праздников для православных – Крещения Господня. На местных водоемах по традиции были специально сооружены ледяные купели. Горожане съезжались к реке Илег, чтобы омыться святой водой и запастись энергией и здоровьем на весь год, как признаются купающиеся. Всего в городе для крещенских купаний было организовано три места – пляж Семейный, Желгородской пляж и пляж Жагажай-1. За безопасностью граждан, которые решили посетить эти места, беспрерывно следят медработники, спасатели и представители правоохранительных органов вплоть до 20 января. Октюбинских офицеров в войсковой части 66-55, сбежавших с места службы, во время нападения террористов, осудили на 4,5 и 3,5 года лишения свободы. Накануне в клубе Нацгвардии состоялось оглашение приговора. Так, по решению военного суда, майор Кайнарбек Тастанбека, выполнявший 5 июня 2016 года обязанности дежурного по части, избежавший во время нападения преступников, на здание штаба был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Майор Кайргали Аражанов, исполнявший на тот момент обязанности помощника дежурного по части, а также нарушивший требования войскового устава, получил 3,5 года колонии. По словам судьи, малодушие офицеров стало причиной гибели двух военнослужащих и ранения еще одного. Они пострадали после того, как Кайнарбек Тастанбеков сбежал из штаба через окно туалета, оставив сослуживцев наедине с группой террористов. Оба военных были лишены офицерских званий и отправлены отбывать наказание прямо из зала суда. С нового года октябинцы будут платить за централизованное отопление по дифференцированному тарифу. Соответствующую заявку АО «Трансэнерго» уже утвердил уполномоченный орган. Таким образом, с 1 января средний тариф на тепловую энергию составит 3340 тенге и 44 тена за гигакалорию, что выше на 7,5% по сравнению с предыдущими цифрами. В то же время предприятие до 2020 года намерено провести работы по реконструкции и модернизации сетей на сумму более чем 7,6 млрд тенге. Дифференцированные тарифы с ежегодным повышением введены по группам потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета. Для населения при наличии в их домах счетчиков тариф составит 2554 тенге и 5 тен за 1 гигакалорию. В случае отсутствия приборов учета за то же количество придется заплатить 3831 тенге и 7 тен. При этом физическим лицам в домах, в которых не установлены счетчики, за отопление теперь придется платить 131 тенге и 79 тен за квадратный метр. Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности в Актюбинской области. Первое место среди районов по этому показателю занимает Мугалжарский район. За ним следует Байганин, Алга и Уил. В Иргизе в прошлом году зарегистрирована самая большая смертность от раковых заболеваний. Об этом и о многом другом накануне на коллегии областного управления здравоохранения рассказал глава облздрава Осет Калиев. Сфера здравоохранения – одна из тех сфер, что постоянно развивается. Такую оценку работе ведомства дал глава региона Бердебек Сапарбаев накануне на коллегии облздрава по итогам прошлого года. По его словам, достигнуты неплохие показатели, но некоторые вопросы все еще требуют решения, так как тюбинцы часто жалуются на службу скорой медицинской помощи, много обращений в социальных сетях. К примеру, недавно жители массива Нур-Актюбе писали о том, что скорую пришлось прождать несколько часов. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте www.ktv.kz, а также в дневном выпуске программы «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok